Всем привет, меня зовут Владимир, я работаю менеджером продуктов компании Гибрид. И я расскажу о том, как мы готовимся к выходу на американский рынок. Выход у нас планируется 10 июня, релиз американской версии нашей платформы в начале июня. Кто вообще знаком с программацией рекламы? То есть как-то достаточно мало людей, поэтому я расскажу в общей счетах, что представляет программатика рекламы и чтобы было понятно, почему мы именно так организовали, именно в такой последовательности организовали свой выход на американский рынок. Итак, мы являемся технологической компанией, которая предоставляет услуги по размещению рекламы для рекламных инвесторов. По большей части мы работаем с рекламными агентствами. Это в основном крупное производительство глобальных рекламных агентств, которые есть в России. Например, трафик из амбарки, видео оверс, BI группы и другие экономии. Мы находимся вот здесь, в Demand Site Program. Помимо этого, у нас есть свой трейдинг-деск. Трейдинг-деск – это интерфейс, через который мы покупаем рекламы. Он обозначен здесь. В свою очередь, мы, как Demand Site Platform, интегрированы с различными рекламными сетями. И основной проблемой при выходе на американский рынок было то, что для того, чтобы в такой компании, как мы, выйти на какие-то мировые рынки, мы должны, чтобы закупать график, мы должны укладываться в 120 миллисекунд, как правило. Время закладываться нашей ГСПИ к объединку или возвращение обратно. С Россией или с Европой, например, с Германией. У нас был данный центр в Германии. Мы не укладывались в такое время. Поэтому у нас стала задача об открытии своего данного центра в Америке. На данный момент у нас три оси – это в Москве, в Томбове и в Нью-Йорке скоро будет. Вот наш трейдинг-деск. Я его здесь привел, чтобы было понятно, сколько у нас вкладок слева. И потом я буду рассказывать, как мы принимали решение о том, что нам оставить в британской версии, чтобы построить на рынок США. Как вообще нам ушла новая идея, чтобы выйти на американский рынок? И почему вдруг мы об этом задумались? Ну, во-первых, к нам часто приходили запросы европейских, азиатских и американских агентств на тему размещения у нас рекламы. С Америкой мы не могли работать из-за того, что у нас мы не укладывались по закупке трафика в 120 миллисекунд. С Европой мы успешно работали, проводили отельских клиентов. Мы с ними работали с российской компанией. То же самое с Азией и с Китаем. У нас там сейчас есть клиенты, с которыми мы нормально успешно работаем с Россией. С Америкой, как Евгений уже говорил, там желательно, что они подписывают договор. Договор желательно подписать с американской компанией. Тогда все будет гораздо проще и быстрее. Мы начали выбирать нишу, что нам более интересно и на чем нас фокусироваться. Потому что сразу выпить ту систему, которая у нас есть в России, это очень сложно. Потому что есть ряд особенностей на рынке американских рекламных платформ, которые, скажем так, при нашей команде, в 50 человек, среди которых разработчиков где-то порядка 25-30. Достаточно тяжело это сфокусировать. Поэтому мы решили сфокусироваться только на мобильные планы вначале. Отчасти это условно тем, что большая часть запросов от европейских и других зарубежных рекламных агентств и клиентов выходили именно по мобильной рекламе. Теперь про дата-центр. Сейчас, на настоящий момент, у нас в Американском дата-центре 20-40 сфокусиров, 600 яперов, 3-терабайт оперативки. И далее я расскажу, как мы организовали этот центр. Сейчас мы обрабатываем 900 тысяч вопросов в секунду. И это еще не проектная мощность, это, скажем так, на старт, столько у нас есть. Какие вообще решения существуют? Как делают уже некоторые компании, в том числе, есть, например, российская компания, которая вышла на американский рынок. Так, у нас, мы министративная компания, мы работаем и развиваемся от главного продукта за счет привлечения своих собственных денег на разработку запросов этих продуктов. Как раз поэтому у нас не было больших денежных средств для того, чтобы отдавать средства в Америке или тоже воспользоваться Google Cloud. Чтобы получить такой классик с помощью Google Cloud, необходимо порядка 40-50 тысяч долларов, причем от ежемесячных. То есть для того, чтобы в год работать в Америке, притом это еще не факт, чтобы получить клиенты, нам необходимо 50 тысяч долларов умножить 15 месяцев. За такие деньги мы привлекли за относительную, конечно же, долю достаточно долгихской компании. Что мы сделали? Мы выбрали... Мы, в общем, решили попробовать другие варианты. Мы нашли три поставщика на ЭП-эпидоре, в которых можно купить сервера по где-то полторы-три тысячи долларов за штуку, в зависимости от процессоров и оперативной памяти. Это установленные сервера, они гораздо дешевле, чем новые, и даже бывает... Ну, допустим, в Google Cloud всегда по последнему поколению можно сервера получить. Иногда это сэнтибридж, аэритридж, иногда, конечно, последние. А здесь мы сами формируем свой пластер и уже из тех серверов, которые самые новые на текущий момент и устраивают нас по цене. Соответственно, закупка из тех серверов нам обошлась на данный момент около 20 с небольшим тысяч долларов. Соответственно, теперь про интернет. Интернет – это тоже одна из таких вольных тем, потому что интернет в Америке очень дорогой, как и для обычных пользователей, так и для компаний. В России вот какой-то интернетом стоит 300 тысяч рублей в месяц, 500 долларов. В Америке для наших потребностей необходимо было бы 5-7 гигабит, и гигабит интернета стоит вот полутора тысяч долларов. Соответственно, нам нужно было искать какие-то варианты, которые позволят нам сэкономить. Конечно, были предложения уже во время договора, что тот объем, который нам нужен, можно найти где-то за 5-6 тысяч долларов в месяц. Но это все равно много. Поэтому мы нашли данный центр, который… Он находится в налогаленте, называется WPR, и он соединен с основными… Он называется KRA Hotels, и в котором есть интернет-экченжи, с которыми мы можем связываться бесплатно, то есть подключаться… Мы можем подключиться к Google Cloud, и к некоторым другим экченжам, через которые мы можем напрямую брать трафик от тех главных сетей, с которыми мы интегрировали. Соответственно, это очень дешевляет интернет. Сейчас мы за интернет платим WPR 600 долларов в месяц. Соответственно, если у вас есть доступ на интернет-экченж, то вы очень много дононите на интернете. Это, конечно, если вам нужно взаимодействовать, много придавать данные в другие сервисы и получать от них тоже. Как раз здесь приведена схема, все интернет-экченжи, которые нам были нужны, в основном это Google Cloud и DZX, они присутствуют здесь, поэтому мы сэкономили много на трафике. Итого у нас получилось месячные расходы на 200 больших тысяч долларов и единоразовые вложения на 20 тысяч долларов, что мы смогли сделать в свои деньги. Теперь я расскажу немного о том, какими сервисами мы пользуемся немного добавленным в предыдущем выступлении. А вообще, как раз для того, чтобы зарегистрировать компанию, открыть счет в банке и все остальное настроить, вообще не требуется много времени и требуется, скажем так, недели, может быть, в Нью-Йорке, для того, чтобы все это сделать. Как раз подготовка именно дата-центра, мы в нее потратили, выбрали дата-центром в марте, вот сейчас, в конце мая, мы заканчиваем уже разводами нашей TSP на уже готовых серверах, которые мы сразу поставили настощика в тот дата-центр. Вот, получается, 3 месяца заняло на дна. Загистрировали компанию еще до этого, потому что помимо того, чтобы подготовить дата-центр и уже начать его обслуживать, нужно провести работы по заключению договора с партнерами еще заранее, потому что крупные компании типа Twitter, BitSwitch, Google, Etnaxus и многие другие, с которыми мы интегрированы, чтобы покупать у них трафик, они достаточно медленные, и дальше я расскажу немного о особенностях общения переговоров с американскими компаниями. Поэтому мы это сделали заранее. Регистрацию компании, работа с первыми клиентами из России и интеграция с нашим партнером. Регистрация компании очень простая делается, там порядка, в общем, тысячи долларов нужно на это все. Через MyLSC ты регистрируешься, создаешь виртуальный адрес, и тебе посылают letter of incorporation, и ты уже готов в целом можно проработать компетентской компанией. Но есть одно новое. Это все может сделать инвестиционный, первый пункт. Но второй пункт – счет банки. С счет банки можно открыть только приехать туда. Прекрасно, что мы сделали. Причем важный момент, что не обязательно ехать к президенту компании, которая регистрирует компанию открыть счет банки. Это может даже сделать, он называется секретарь, секретарь компании. То есть, выкуши банку, а ты секретарь этой компании, показываешь, что это of incorporation, и, соответственно, с этим всем, и еще там некоторые документы, две формы твоего ID. Если интересно, я потом могу вам рассказать подробнее. И теперь открывает счет. Счет открывается в течение одного дня, в чейзи можно получить банковскую карточку, то в 5-м же день. Америка – это обычно 3-5 дней. Далее. Так, я переключил случайно. В Далтере. В Далтере мы используем QuickBooks со многими партнерами, они у них очень популярны в Америке. Мы оплачиваем на выход на почту письмо, кликаешь по ссылке, оплачиваешь сразу за счет компании за услуги работы с партнерами. Это крайне удобно. Но также многие американские компании предпочитают работать по старинке, и мы переводим деньги через обычные байданс-платежи. С одного счета банки на другой. Клентские платежи, вот как рассказывал Евгений, мы сразу подключили Stripe, проанализировали возможные варианты, и он реально работает очень быстро. Деньги на счет мы видим сразу, там в течение одной минуты Клент пополнил, уже деньги пришли на счет. Мы также можем оформить его возврат очень быстро и без каких-либо комиссий, если вам необходим. По налогам тут не было особо никаких проблем, тоже нашли байдера, который за три с полов в год вам сделает налоги. Теперь давайте поговорим немного про переговоры. Вообще, для того, чтобы в такой маленькой компании, как мы, интегрироваться, заключить договоры с крупными компаниями типа Twitter, React Nexus, BitSwitch, требуется очень много времени. Потому что в рекламном рынке, если ты крупный мастерщик графика, то тебе интересно подключение к крупным рекламным платформам, а их в Америке очень много. Соответственно, для того, чтобы выключиться, допустим, возьму пример конкретно BitSwitch, мы с ними работали над тем, чтобы выключиться с ними за 2014 год. Я еще когда только вышел в GeVeat, и, в общем, у них огромный список тех платформ, с кем они должны сферироваться, и они оценивают пользу от этой интеграции в зависимости от того, сколько денег эта компания может в этой интеграции привести и выделенно приносить их в течение такого продолжительного времени. Как правило, в договорах прописано, допустим, в течение трех месяцев вы должны выйти на объем в 10 тысяч долларов. Но не подключившись к этой рекламной сети, мы примерно знаем, как у них трафик, но цену ситуационного обзора мы не знаем. Соответственно, мы не можем просчитать в риске, насколько мы выдержим такой договор. Поэтому это один из топ-факторов для того, чтобы нам со своей стороны начать интеграцию, а их, когда они видят наши потенциальные траты, это обязательный пункт в форме, которую ты им обновляешь. Риск сотрудничества с нами. В основном такие вот проблемы, есть три примера живых в нашей компании, как они решились. То есть Twitter как раз в ноябре прошлого года я поехал открывать счет в банке в Америку, и заодно решил встретиться с их компанией. Вот в Twitter мы уже шли к тому, с нашим менеджером, чтобы продвинуться к интеграции, но в итоге после личной встречи они уже отправили подписанный договор. Я просто подробнее рассказал про компанию, что мы делаем и так далее. И мы приняли решение о том, что нас нужно сделать до Нового года. Мы их получили как раз до Нового года. То же самое Бисвич. Бисвич это изначально русская компания, точнее как Бисвич это дочка компания интернет. Это компания, которая занимается алгоритмическими решениями для DSB, для таких компаний, как мы. Но тоже у них достаточно все заинкратизировано и долго. Поэтому то же самое, благодаря переговорам с ними, они там не смотрели, я не знаю, как это произошло, возможно они не смотрели на бюджет, возможно там еще какие-то факторы были, но это реально работает, и мы с ними тоже сейчас уже полноценно сотрудничаем, а они и покупаем их трафик. Дальше. Про телефон. Телефон тоже есть какой-то пример, почему я говорю о том, что он не очень хорошо работает при коммуникации, при выходе на нужных людей. Потому что, если ты не знаешь, с кем тебя соединить, тебя с кем-нибудь соединят и положат в очередь. Дай Бог тебе на письмо потом ответить, кому мне и не ответить. Это, например, RMSOS. Это эксклюзивный ресейлер проект Microsoft и плюс очень много других различных крутых сайтов, типа Wall Street Journal, Pay LMA и так далее. Соответственно, с ними нам очень было интересно работать. Первое, как я с ними пытался связаться, через форму опытной связи, они вообще не ответили. Через телефон. Я им звонил в разницу, уникальство Руссен-Мир, Сагокур, Япония, Германия, Америка. Тоже самое. Потом как раз здесь помог LinkedIn. Когда у тебя есть LinkedIn премия, он остается выше 50 долларов в месяц. Можно на него поправиться для того, чтобы найти в компании человека, который отвечает именно за тот рынок, который тебе нужен и за то направление, которое тебе нужно. Он нам помогает связаться с ним и заключить дел. И все прошло буквально за месяц. Бравличную встречу я уже сказал. На этом скрине представлен уже наш американский интерфейс, который уже почти допилен. И на следующей неделе мы планируем его задвижить. То есть мы взяли самый минимальный набор функционала. Это мобильная рекламная кампания и запуск этой кампании только на трафик тех рекламных сетей, которые у нас есть доступ. Другого мы сюда ничего не добавляли. Потому что это самый частый кейс, которого достаточно для покупки текущих вопросов, которые к нам выходят на данный момент. А благодаря покупке своих серверов мы установили значительный бюджет и избавились от рисков того, что если звук у нас не было хочется, деньги мы не сможем услышать. В целом все. Я буду рада ответить на вопросы. Есть какие-то подводные кампании, связанные с какими-то лицензиями на Америку? Или с налогообложением? В целом никаких подводных камней нет. Налоги очень просто делаются. Я могу потом рассказать, как мы делаем налоги уже на нашем примере. Это все достаточно просто. И сам ты ничего не делаешь. У тебя все делает бухгалтер. Ты просто расходы и доходы ему расписываешь. И представляешь даже, предоставляешь выписки из своих американских счетов. И он там может помочь тебе с выбором, какой категории нести тот или иной раз в год, чтобы все было хорошо. Еще вопросы? Можно я сделаю? К вам приходят паближеры, чтобы поставить вашу рекламный код, к ним, допустим, в вами я предложил, или в мобильной версии сайта. Или же к вам приходит рекламодатель, потому что мы к вам засунули баннеры, а вы их уже не засунули показы. Да, вот второе. Если я прошу вас сказать, то к нам приходит рекламодатель, либо бренд, либо кланное агентство, и он говорит, «Гидрит, разместите нам, пожалуйста, баннеры, список баннеров, нам надо из торпи на какую-то время это делаем». Окей, получается, что у вас все готово, потому что у вас начали рекламодатель, а на кого рекламодатель у вас пока нет? И в России у нас, конечно, полно рекламодателей и клиентов. Мы работаем с крупнейшими главными агентствами в России. Но речь про американский рынок? Про американский рынок, да. У нас там есть, скажем, сейчас три клиента, которые на данный момент окупают только расходы на серверах, и все клиенты пришли через входящие запросы на наш русский сайт. А, кстати, у нас сайт американский на юрит.ай, то есть там домен нормальный, но с него запросов пока нет. А немного не в тему презентации. Скажите, пожалуйста, почему у вас нужно выбирать на американские рынки, чем вы лучше, чем вы ездили в фото? У нас такой тоже вопрос был. Как раз очень хороший вопрос к тему. Я его как-то пропустил в своей государстве и не рассказал о нем. Мы тоже думали. В Америке очень много компаний, которые занимаются программатикой планы. Почему мы пойдем на рынок и вообще с чего вдруг они будут у нас заказывать планы? На самом деле в Америке очень много программатик и других компаний около программатик, которые... То есть там важна работа в команде и работа между партнерами. Если ты взаимодействуешь с правильными партнерами, ты можешь предложить то решение, которое, допустим, не может Google DPM. Потому что Google DPM – это массовый продукт, им пользуются все крупные рекламные агентства. Но у него есть какие-то ограничения. Он не будет под какое-то агентство среди руки берить какие-то дополнительные вещи. То есть вы кастомизируете свой продукт? Да, мы можем кастомизировать, да. Мы можем сделать тот инструмент, который, допустим, рекламное агентство не может сразу его взять в Google DPM. Окей. А я просто на этом с вашим работал. А почему в России у вас достаточно хорошие клиенты, у вас все будет работать в связи с консервисом? А чем вы отличаетесь от других? Потому что у нас тоже есть либо в том, как тендент. В России, например, мы отличаемся тем, что имеем эксклюзивные интеграции с некоторыми партнерами, например, с AdNexus и с MoBup. Например, AdNexus в России отключен только из наших вариантов GetIntent. MoBup подключили только мы и Beeline. И тоже кастомные решения решают в этом случае. А тоже, может, я пропустил, у вас к этому дня команда занимается? А вы не думаете, когда он пришел? Какой ли там состав? Нет. Занимается та же самая команда. Кстати, вот это тоже одна из проблем. Есть ряд фиш, которые должны запилить в русский гибрид. И есть те, которые занимаются американскими гибридами. Но часто бывает, что какие-то задачи они отлегают с американскими гибридами. Да. Я думаю, что я понимаю про Агрегизацию. Потому что если ты разбиваешь на две команды, то хотя бы понятно. То есть ты как-то между ними поделил на ставки ответственность и ресурсы. И дальше не разбиваются. А если ты говоришь, что и в России, и в Штатах одной и той же команда работают, то есть я хочу понять, как вы это делите из вас отдельные человеки. У нас есть те, кто занимаются фронтендом, отдельные люди. В том числе они и отвлекаются на работу русского гибрида. Есть команда, которая занимается разорганием DSP. Они занимаются именно только разорганием DSP и установкой серверов в Америке. Но так как у нас русская гибрида уже готовая, то же самое делается на лекарственных серверах. Это уже не так сложно. Поэтому запуском будет в этом плане легче. А основное, вы не сделаете продукты еще? Как же у вас это замечательно получается? Ну да. Я занимаюсь это на данный момент. И, конечно, это тоже очень отвлекает от работы над основным продуктом, над русским. Вы сами реагируете на запросы, которые приходят по новой обратной связи? Конечно, реагируем. В основном как раз запросы с зарубежных партнеров, они приходят от… Ну, на русский сайт почему-то, на Habit.ai никто не пришел. Поэтому мы на них отвечаем, конечно же сразу. У нас есть люди, которые говорят на английском, созваниваются с ними, обсуждают, что им нужно. И мы для них сейчас на русской нашей ESP запускаем на Европу. И у нас немного есть трафика с Америки, поскольку мы разогрированы с Твиттером. И там пинг уже 300 миллисекунд, что позволяет нам частично закупать трафик оттуда. А с точки зрения… Извините, пожалуйста, последний вопрос. С точки зрения, вот и американского клиента, и русского клиента к вам придут, да? И вы выставите цены на Алибану, за это вы куда-то сколько меньше вы возьмете. У вас цены сейчас на американского клиента и на русского клиента? Он отличается или нет? Он отличается. А русские цены у нас есть фиксированные, и они по рынку. По рынку таких же технологических компаний, как мы. То есть примерно одинаковые у всех здесь цены в России. А в Америке мы в основном сейчас работаем с теми ценами, которые нам предложит клиент, который приходит. Нам просто доработать на эту базу. Сейчас. Спасибо. Я правильно понимаю, но я просто сайт посмотрят. Вы продаете данные для мерчантов по клиентуре, правильно? И в обратную сторону позволяет им продать данные на ваш маркетинг, верно? На самом деле нет. Мы в основном размещаем рекламу с использованием данных. Вот так. Мы используем данные клиента для того, чтобы показать рекламу пользователям продукта клиента. А в процентном соотношении покрытия какого-то? В процентном у нас сейчас, наверное, где-то 80% в России, 20% в Европе и маленький процент Америки. Но мы трафик регулируем в зависимости от запросов. Если у нас есть в Европе клиенты, мы подкручиваем, добавляем новых стран в тех источников трафика, которые нам нужны. Компания работает с 2016 года. Я там работаю с середины 2013 года. Сейчас в компании 50 человек. Свою официал-сервис-платформу, интерфейс, закупку рекламу мы сделали в конце 2014 года. 50 человек, а не слишком. Да. Но это включая сейлс, команды, включая медиапланеров, дизайнеров. То есть где-то плавина, это разработчики. Да. Светлана, у меня такой общий вопрос. Вы консервировали интеграцию с Твиттером. А почему ваши регулируемы не будут сами размещать в Твиттере, а именно в Твиттере? На самом деле я стал с Твиттером, чтобы упростить, не вставаться в подробности. Твиттер в целом времени купил Mobup. Это реклама в сеть мобильную, в которой отключено очень много предложений. И, соответственно, Mobup, к примеру, нет с этого интерфейса, чтобы рекламное агентство или бренды закупали у него рекламу в предложениях. Он как раз и, он является вот как-то на первом слайде этого года, целом сайт-платформой, которая для того, чтобы продать трафик, который есть в приложении, он интервьюируется в такими програмнями, как мы, чтобы мы покупали этот трафик. То есть это реклама не в Твиттере? Не в Твиттере, это реклама в приложениях, которые входят в Mobup. Просто сейчас Mobup это компания Твиттера. Сколько времени у вас занял выход на рынок? В итоге там, месяца? Ну, пока мы еще полноценно не вышли, но первые клиенты у нас, наверное, были с осени, а с прошлого января было несколько клиентов. И более активно начали с осени, и сейчас вот уже размещение у нас трафика появилось больше, мы уже можем более полноценное размещение проводить. Окей, спасибо. Спасибо.